Добрый вечер, друзья. Приятно, что смотрите. Меня зовут Алексей Гомон. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрия Гордона. Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирёв сегодня с нами. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый вечер. Друзья, прежде чем начать, по традиции рекомендую всем подписаться на YouTube-канал нашего медиа-сообщества, если вы до сих пор этого не сделали. Дмитрий Гордон, Олейся Бацман в гостях у Гордона для того, чтобы не пропустить новое интервью. Также прямо сейчас уже можете поставить лайк нашей беседе сегодняшней авансом. Сегодня огромное количество тем самых актуальных будем обсуждать. Так что не поленитесь, это несложно. Вот такой вот значок поставьте. Ну и напишите ваши вопросы. Как вы видите, мы всё время стараемся отвечать на них в последующих интервью. Дмитрий Васильевич, ну начать бы хотел с, не побоюсь этого слова, сенсационного заявления, как по мне, Виктор Орбанов сделал, премьер-министр Венгрии. Значит, заявил он о том, что Евросоюз уже близок к мысли об отправке в Украину миротворческих войск. По его словам, ранее между странами это даже не обсуждалось, но сейчас некоторые европейские страны уже близки к тому, чтобы отправить действительно какой-то свой миротворческий контингент на территорию Украины. Во-первых, как вы оцениваете такое заявление и что может означать действительно отправка таких войск на территорию Украины в зону боевых действий с Российской Федерацией? Я расцениваю как абсолютный популизм и объясню, о чём идёт речь. Заявляя о возможности отправки миротворческого контингента, Орбан не назвал ни страны, с которыми обсуждался подобный сценарий, ни, соответственно, количество военского контингента, ни условия его размещения. Я напомню и Орбану, и, в принципе, ну, скажем так, людям, которые будут педалировать подобные темы. Дело в том, что миротворческие операции учреждаются Советом Безопасности ООН. И руководство ими осуществляет генеральный секретарь, либо часто через своего специального представителя. Поэтому это не приватная инициатива Орбана, либо тех европейских лидеров, с которыми он обсуждал данную тему. Но и главное, для введения миротворческого контингента необходимо, а, прекращение огня, мы наблюдаем подобные нюансы, и второе, согласие обеих сторон конфликта. Опять-таки, вот эти два ключевые положения ставят фактически под сомнение заявление Орбана, почему я говорю о политическом популизме, о возможности понравиться своим избирателям. Не более того, давайте говорить о том, что миротворческие операции – это либо поддержание мира, либо принуждение к миру. Опять-таки, формат миротворческой операции, он не обговаривается. Скорее всего, речь идет о том, что Орбан пытается представить себя таким себе региональным лидером, который, ну скажем так, инициирует определенные мирные инициативы на фоне общей поддержки стран Европейского Союза в моменте, скажем так, противостояния российской агрессии. То есть, это, ну как минимум, дуальность политики Орбана. С одной стороны, это заигрывание с Российской Федерацией, с другой стороны, это позиционирование себя фактически в противовес странам ЕС. И не случайно, давайте вспомним, что даже министр закордонных справ в Венгрии в последнее время пребывал с визитом в Минске, фактически прорвав международную дипломатическую изоляцию данной страны. Единственное, что Венгрия – это страна НАТО. Поэтому, ну скажем так, мы вынуждены считаться с заявлением господина Орбана. Прекрасно, спасибо, что помогли разобраться, потому что уже, я вижу, и в моем сегменте Фейсбука уже идут обсуждения. Будем понимать, что на самом деле не более, чем заявления популистские. Давайте перейдем к еще одному заявлению сегодняшнему, не менее резонансному. Значит, в логове оккупантов в Кремле опубликовали новую концепцию внешней политики Российской Федерации. Значит, в ней декларируется, я себе выписал, цитата, особенная цивилизация русского мира, которая созидательной энергией строит справедливый многополярный строй. Ну и главная цель России в ближнем зарубежье – это превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания. Как вам, значит, вот такие выдержки? Ну, цинизм вообще высшей степени, как по мне. Но, возможно, вы более глубокий смысл в этом найдете. Абсолютно никакого глубокого смысла. Речь идет о восстановлении фактически бывшей империи СССР в ее границах. То есть Российская Федерация и Путин берет на себя роль так называемого собирателя русских земель. Причем под русскими землями почему-то, ну, как правило, оказываются этнические земли либо Украины, либо Молдовы, либо Грузии. И тем не менее, давайте говорить о том, что данная доктрина – это фактическая реализация Кремлем сценария искусственного железного занавеса. То есть Кремль идет искусственно на самуизоляцию, заявляя о том, что Российская Федерация рассматривает в зоне своих геополитических военных интересов страны ближнего зарубежья, то есть бывшего страны Республики Советского Союза. Поэтому не случайно посылы Российской Федерации странам Европы и в первую очередь Соединенным Штатам давайте договариваться. Но договариваться о чем? О разделе сверхвлияния. То есть мы образно говоря, я цитирую россиян, опускаем железный занавес. До данной точки невозврата эти территории находятся в зоне военно-политического контроля сбоку Кремля, а то, что за железным занавесом, это нас не касается. Вот это понимание Кремлем. Это, кстати, реализация той доктрины, которая так называемых искусственных вооруженных конфликтов, в которых было, скажем так, начато Российской Федерацией на распад Советского Союза. Вы знаете, не случайно впервые термин «Новороссия» прозвучал еще на момент существования Советского Союза. Солженицын в своем знаменитом «Как обустроить Россию», представьте, существует Советский Союз, диссидент, лауреат Нобелевской премии, заявляет о том, что в случае, если Украина обретает независимость, Российская Федерация правит претендовать на исторические русские земли, так называемую «Новороссию». То есть это восток Украины, ну и, соответственно, юго-восток. Вот откуда корни войны в Украине на момент еще существования Советского Союза. То есть идеология вторжения в Украину была заложена, причем Нобелевским лауреатом, парадокс ситуации. Это я к тому, что если какие-то отчаянные головы будут искать представителей оппозиции среди хороших русских, на мой взгляд, это как минимум бесперспективно. Хотя бы с учетом вот этих политических, исторических реалий. Ну вот смотрите, Дмитрий Васильевич, ищут ведь не только в Украине вот этих самых хороших русских. То есть вот недавно приглашали, значит, для лидеров так называемых демократических сил Российской Федерации оппозицию в изгнании, в эмиграции, значит, на встречу в парламентскую ассамблею Совета Европы. До этого их приглашали на Мюнхенскую конференцию как представителей России, мол, мы Кремль, представителей Кремля звать не будем, пригласим вот, значит, этих людей. То есть все-таки Запад ищет с кем-то, с кем-то-то в итоге, наверное, придется как бы какой-то диалог вести, и поэтому сейчас Запад пытается его искать. То есть кого-то ведь должны на Западе рассматривать как, ну, возможных хотя бы собеседников в дальнейшем диалоге, ну, политическом. Я вам отвечу словами классика. Ищут дружинники, ищет милиция, ищет не могут найти. По-моему, слова актуальны как нельзя. В той ситуации, вы знаете, когда вбрасываются и в украинские и западные СМИ возможность так называемой операции, преемник, либо наличие оппозиции внутри Российской Федерации, надо понимать, что эти сценарии запущены в первую очередь самой Российской Федерации, ее спецслужбами. Это так называемая операция на языке профессионалов, это называется отвлечение внимания на негодный объект. То есть искусственно сформируется информационный повод, который переключает внимание западных разведок, западных политиков с одного объекта, основного, это российских диктаток, на якобы возможность существования российской оппозиции. И туда вбрасываются колоссальные финансовые средства, отвлекаются оперативные возможности. То есть фактически создается искусственный прецедент для отвлечения внимания от основного объекта – критики диктатора Путина. Давайте вспомним хотя бы последний случай с Навальным. Да, прекрасное вручение Оскара семье Навального, но высказывание российского политика. Даже наличие избирательных штабов на территории оккупированного Крыма. Это фактическое признание украинских территорий объектом федеративного устройства Российской Федерации. О какой оппозиции мы говорим? Украинское вопрос, украинское пытание – это краеугольный камень, это рубикон, который не могут перейти ни демократы, ни монархисты, ни путинисты, ни так называемые либералы. Если основной, скажем так, составляющей российской демократии является Ксюша Собчак, ну о чем мы можем разговаривать? Я гипотетически верю в возможность наличия оппозиции внутри Российской Федерации, но, как мне кажется, разговаривать следует с представителем национальных республик. Это единственный центр возможных процессов по, скажем так, развалу Российской империи. Давайте хотя бы вспомним тот факт, недавнюю российскую историю. Основные движущие силы российской революции – это не русские. Это евреи, поляки, украинцы, латыши. Но никоим образом не коренные представители данного государства. Поэтому, если мы и хочем с кем-то разговаривать о дальнейшем об устройстве Российской империи, это должны быть представители имени национальных республик. Вот мы уже затронули идеологическую подоплеку полномасштабного вторжения Российской Федерации на территории Украины, как это готовилось в идеологическом поле. Давайте поговорим о том, кто принимал фактическое решение. В Главном управлении разведки заявили, что принимал решение о начале вторжения в Украину лично лидер оккупанта Владимир Путин. Однако, как считают в ГУР, о его планах знал определенный круг лиц, но он был достаточно узкий. Вот, например, Financial Times в своем материале сравнительно недавнешнем говорили о том, что даже Лавров, министр иностранных дел, якобы узнал о вторжении буквально за несколько часов. А вот тот, кто точно знал, был, например, один из главных соратников Путина, секретарь Савбеза Патушин. Как вы считаете, вот действительно такие решения, как вторжение, принятие решения о проведении военных каких-то операций, основные решения, кто все-таки принимает в России сейчас? То есть это Путин, это какой-то коллективный орган, или это кто-то устами Путина эти решения озвучивает и принимает? Давайте говорить о том, что Российская Федерация это тоталитарное государство. Соответственно, в условиях тоталитаризма не может быть коллегиального принятия решения. А приори это невозможно. Принимает решение один человек. Все. Он может выслушать мнение ближайшего окружения. Это 3-4 человека действительно. Но последнее слово исключительно за российским диктатором. На этом зиждется сам смысл тоталитарного государства. Оно не допускает коллективного управления. Как только появляется коллективное принятие решений, это, соответственно, уже признаки демократического общества. И вы знаете, тот же ГУР, к сожалению, вбрасывает периодически информацию о существовании так называемого конфликта между башнями Кремля. Вы помните, мы неоднократно слышали конфликт между Министерством обороны, Главным управлением, Главным разведуправлением, Генштабом вооруженных сил Украины, в том числе и Украины, ФСБ и так далее. Ну, согласитесь, в условиях тоталитарного государства невозможны подобные конфликты. Диктатор не позволит существованию подобного конфликта, который может даже теоретически угрожать его единоличной власти. Поэтому все заявления о возможном коллегиальном принятии решений и влиянии Патрушева на подобные решения. Нет, это более, скажем так, шпионские договоры, которые не имеют ничего общего с российской действительностью. Ну, а вы верите в то, что действительно о полномасштабном вторжении, о финальном решении, бесповоротном, принятом Путиным, действительно знал ограниченный круг людей? Почему так мало людей об этом знали? Мог реально, по вашему мнению, например, Лавров узнать об этом за пару часов? Если да, то почему они не знали? Абсолютно, да. Опять-таки потому, что это тоталитарное государство, решение принимается либо одним человеком, либо его ближайшим окружением из двух-трех человек. Согласитесь, Путин кому-то должен дать команду. А, это первое, Министерство обороны, поэтому Шойгу знал, это 100%. Это Федеральная служба безопасности. Ну и, соответственно, возможно, ряд смежных ведомств. Очень ограниченное количество. А Лавров действительно мог и не знать, его могли, скажем так, поставить в известность. Хотя, с другой стороны, это опять-таки элемент политической игры. Показать, что Лавров, он, вы смотрите, он рукоподжатый. Он не знал о войне. Вы сможете с ним разговаривать. О планах дальнейших либо мирных инициатив Кремля, либо, ну скажем так, возможных уступок Кремлю. То есть, создаются предпосылки, когда человека выводят из-под огня критики. Согласитесь, если бы российский диктатор, либо российские СМИ заявили о том, что Далавров причастен к моменту принятия решения о вторжении в Украину, он автоматически не рукоподжатый. А Российской Федерации все-таки каким-то образом следует налаживать международные контакты, прорывать дипломатическую экономическую блокаду своей страны. Вот поэтому это, знаете, такие, ну, очень тонкие, но все-таки игры федеральной службы безопасности российской стороны. Вот мы с вами упомнили те самые, припомнили те самые пресловутые, значит, башни Кремля. Это, кстати, я с вами согласен. Вот очень многие отмечают о том, что сейчас якобы между ними начался конфликт. И вот, значит, особенно после ордера на арест Владимира Путина, значит, те самые башни Кремля начали активно искать замену, значит, лидеру оккупантов. И некоторые, вот в Главном управлении разведки, кстати, тоже считают, что де-факто передача власти уже вообще началась. Просто они разные аналитики и разные ведомства называют разные фамилии. Вот чаще всего звучит, значит, имя сына вот этого самого ближнего соратника Путина, Дмитрия Патрушева имя звучит. Он сейчас занимает должность министра сельского хозяйства. Как вы считаете, из тех вот, из ближнего окружения, мы помним даже вот как с Хрущевым, да, тогда было, собственно говоря, после смерти Сталина, ведь не первый эшелон, ну как бы человек не из первого эшелона, не из самого ближнего тогда к Сталину стал. Абсолютно. Да, то есть может быть сейчас действительно следующий лидер там, следующий хозяин Кремля тоже может быть сейчас на данный момент каким-то министром и не самой медийной личностью. Абсолютно точно. В любом случае будет передача власти. И согласитесь, преемник не должен попасть под огонь возможной критики со стороны западных партнеров. Вы правильно привели пример с Хрущевым. Кроме Хрущева там был Молотов, Маленков, тот же Берия. То есть гораздо более те жиловесы, которые могли и реально претендовали на власть. Но в итоге появился фактически Никита Сергеевич. И когда мы говорим о возможном преемнике, то диктатор будет его сохранять в инкогнито режиме до последнего момента. Это не даст возможность западным странам и западным спецслужбам, а нивелировать сам факт передачи и соответственно, ну скажем так, найти возможности влияния на данного преемника. Это азы работы. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Давайте поговорим теперь о том, что происходит внутри государства террориста. Значит, по словам Пригожина, уже около 5000 заключенных вагнеровцев после того, как отвоевали, значит, и кому посчастливилось выжить, значит, и выйти живыми с украинской территории, они получили помилование и, значит, вернулись, так сказать, на гражданку. О количестве 5000 для начала. Вам кажется, как преувеличено это количество? Потому что как-то много достаточно. Вы знаете, это опять свидетельство небольшого ума Пригожина. Я объясняю, почему. Момент вербовки так называемого спецконтингента – это июнь-июль месяц. Условия вербовки. Давайте вместе с вами вспомним. Я, кстати, не эксперт и аналитик. Я почему и призываю вас анализировать даже мои слова. Условия вербовки – 6 месяцев и помилования. Ну, с июля, ну, давайте даже июль брать. С июля 6 месяцев. Уже должно быть большее количество, чем 5000. За оценками российской стороны, западных разведок, масштабы так называемой вербовки – это порядка 50 тысяч. И здесь выходит господин Пригожин и говорит о том, что помилование получили всего 5000. У вас не возникает риторического вопроса? Извините, а где остальные 45? Женя. Где делись кадры? Правильно? Ну, смотрите, он же не скрывает даже то, что они там погибают тысячами. То есть он же не стесняет, не знает, там, записывает в фоне мертвых людей. Абсолютно. А уже скрывать нечего. Уже все поняли, что основная задача Пригожина – это утилизация. Утилизация, в первую очередь, так называемая спецконтингента. Мы с вами назвали количество завербованных – более 50 тысяч. А я понимаю, там количество гораздо больше. И теперь, для понимания процессов, общее количество заключенных в Российской Федерации, по данным ФСИМ, Федеральной системы исполнения наказания – 450 тысяч. То есть представьте, какой вал так называемой амнистии. 10 процентов. Для чего? Первое – решение чисто экономических вопросов. 10 процентов убить с насильников, мародеров не надо кормить. Причем не надо кормить долгие десятилетия, срока заключения от 10 и больше. Правильно? Представьте, какое снижение на бюджет Российской Федерации. Чисто экономическое решение. Прагматическое. Надо отдать должное, играют красиво. Второй момент. Вербовка осуществляется в так называемых черных зонах. То есть в колониях, которые находятся под контролем криминальных авторитетов. Исключительно. Вы знаете, Пригожина не интересует так называемые красные зоны. Это спецтермины для понимания. Красная зона – это колонии, которые находятся под контролем администрации. Пригожина не интересует СИЗО и колонии поселения. Незачем. Там контролирует всю администрация. Ему необходимо изменение характера мест лишения свободы в пользу администрации. Снижение криминальных авторитетов, роли криминальных авторитетов как в местах лишения свободы, так и соответственно на улицах российских городов. Зачищает руками фактически Пригожина криминалитет. Количество погибших криминальных авторитетов в Украине, оно просто критическое, криминальных авторитетов, лидеров преступных сообществ уже более 50. Это второе, третье. То, что я уже сказал, это перед подчинением колонии непосредственно администрациям. И главное, в чем задача Пригожина, это снижение уровня потерь регулярных войск Российской Федерации. Момент вербовки осуществляется июнь-июль месяц, когда пик потерь среди личного состава оккупационных войск в ходе боев за северодонецкий личност. Потери оккупантов тогда составили 13-15 тысяч личного состава. Представьте, какой это демотивирующий фактор в середине самой Российской Федерации. Если бы полгода еще продолжался подобный характер потерь, то уровень поддержки так называемой спецоперации снизился бы в разы. Не потому, что они любят Украину, а потому, что Бабевой бы стоял. И для чего тогда Пригожин? Пригожину дают возможность 50 тысяч. 50 тысяч – это треть того контингента, который вторся в Украину в феврале 2022 года. Куда его кидают? На наиболее укрепленные пункты обороны Вооруженных Сил Украины. Бахмут, Солидар, Белогоровка и другие. Решают исключительно и военные задачи прорыва обороны Вооруженных Сил Украины. Но основная задача Пригожина. Почему появляется, опять-таки, благодаря ГУР, который раскручивает почему-то Пригожина, информация о конфликте между Пригожиной и ГУР? Кто такой Пригожин? Давайте для понимания телезрителям. Реистар – человек с криминальным прошлым, отсидевший более 10 лет. Урка. Человек, находящийся на оперативном учете. Ну, то есть, контролируемый спецслужбами. Не он создатель ЧВК «Вагнер». Ему переподчинены уже ЧВК «Вагнер». Первые лица, которые стояли возле истоков создания ЧВК «Вагнер», они в местах лишения свободы. Второй человек, который возглавлял в принципе ЧВК, Дмитрий Уткин. Почему его отодвинули в тень? Это реальный руководитель боевых компаний «Вагнера». Он – апполлоед Третьего Райха. У него даже татуировки «Войск СС». Почему Вагнер – это любимый исполнитель, композитор Гитлера и, соответственно, Уткина? И представьте, как бы тогда это все вкладывалось в идеологию так называемой спецоперации по деноцификации Украины. Если деноцификацию проводит человек с татуировками войск СС, правильно? Поэтому появляется Пригожин контролируемый. И теперь я извиняюсь, почему я так разлога? Это для понимания именно российскоговорящей публики. Основная цель Пригожина, почему его раскручивает и поднимает на один уровень Шойгу, а согласитесь, министр обороны – это становой хребет Российской империи. И ресторатор. Вы можете себе представить конфликт между подобными людьми? Человек, на которого опирается империя, и руководитель частной военной организации, деятельность которой в Российской Федерации запрещена законодательно. О каком конфликте вы говорите? Но тем не менее, и мы подходим к основному. Задача Пригожина – подавление выступлений протестных в середине самой Российской Федерации. Он современный опричник. Вы помните выступление пьяного охлобыстина на Красной площади, когда он кричал «Гайда, Гайда» – это клич опричины времен Ивана Грозного. Исторические параллели. Вову Путина, как всегда, подвела тягность к историческим параллелям. У меня тогда вопрос возник, а почему, кстати, этот клич возник? А объяснилось все гораздо проще. Вы помните внесудебные казни, пригоженные с использованием кувалды? На кого это рассчитано? На нас с вами? Ну, нас, по-моему, уже тяжело запугать. Рассчитано, в первую очередь, на российского потребителя. Путин дает сигнал, в первую очередь, российскому обществу. Смотрите, у меня опричник, но у него за седлом не метла и собачья голова, символ еще опричины Ивана Грозного, а кувалда. И не согласный с моим решением, соответственно, будет в поле зрения привожено. И второй момент, внутренний и исключительно внутрироссийский пригожен, нужен для подавления возможной военной оппозиции. Почему он критикует военное руководство? Путин катастрофически, он панически боится возможного военного переворота. Появление нового генерала Рохлина. Вы помните, в российской современной истории был такой генерал, который либо застрелился, либо был застрелен, и которого называли лидером военно-политической оппозиции. Так вот, чтобы не допустить появления лидеров военно-политической оппозиции, нужен Пригожин, который, а, возьмет на себя сомнительные победы российского оружия, и, б, выступит как центр критики российского генералитета. И третья задача Пригожина – это давление на политическую оппозицию. Давайте вспомним с вами заявление Пригожина, который якобы ушел в опалу, от которого все открестились. Я имею в виду заявление по поводу губернатора Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И вы знаете, ну, я просто главному управлению разведки количество уголовных дел... Облизил товарища Путина, кстати, я просто... Абсолютно. Более 20 уголовных дел было возбуждено против представителей администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот причина критики Пригожина. Он выступает тараном против неугодных представителей для Путина. И третье. Вы помните, я заканчиваю его заявление. К большому бизнесу. Делиться надо. Войну-то надо поддержать. Граб награблено. Экспроприируй экспроприируемое. Ничего нового в этом мире нет под луной. Вот это основные задачи Пригожина. Если кто-то будет рассказывать о том, что он теперь равноудален и от Министерства обороны, и, соответственно, от Путина, это полнейший бред. Я не исключаю даже того, что его выведут в Российскую Федерацию. Именно для возможности подавления внутренних волнений. Это его основная задача. Вот так, дорогие друзья, в Путилица подписываю для вас книги. Но уже осталось немного, слава Богу. На сегодня немного. Абсолютно согласен с большинством ваших аргументов. Один вопрос только появляется. Да, пожалуйста. Пригожину запретили набирать новых зэков в тюрьмах. А мы с вами ответили, ну кто уже пойдет. Не запретили уровень доверия к вербовке со стороны зэков упал. Но уже никто не верит, что через 6 месяцев вернется коэффициент потерь среди зэков 0,85. 85 процентов, представьте себе. Плюс вы знаете, почему еще вербовку позволили в лагерях? Вы помните период Великой Отечественной войны? Наследники Дзержинского скопировали эту схему. Тогда штрафбаты формировались точно так же исключительно из заключенных. Для чего? По окончанию войны в лагерях начались так называемые случаи войны. Это физическая расправа бывших фронтовиков над представителями криминального мира. И наоборот. И все это проходило под четким руководством советских спецслужб. То же самое сейчас. В Российской Федерации уже у некоторых воров в законе, которые дали добро на вербовку колоний, очень большие проблемы со стороны своих коллег. Потому что участие в войне по понятиям уголовным, это сотрудничество с администрацией, это отход от воровских понятий. Поэтому это красивая комбинация российских спецслужб. Давайте говорить откровенно. Умеют работать. Надо уважать и реально оценивать возможности противника. А не заниматься шапкозакидательством. Ну и на окончании... Да, я извиняюсь по этой теме. Почему? Вы задали вопрос. Почему запретили зэков? А я вам отвечаю. А почему разрешили вербовку цивильных? 50 пунктов вербовочных открыты по всей территории России. Ну не дали возможности зэков, потому что не идут. Теперь он будет вербовать те же 50 тысяч среди граждан Российской Федерации. А с учетом тяжелой экономической ситуации, поверьте, 50 тысяч отбитых на голову россиян найдутся. Которые за 240 тысяч российских рублей будут готовы умирать в полях на украинской земле. Ну вот все равно находится тут самый один процент тех завербованных зэков, которые все-таки выживают, попадают на гражданку. И вот к чему вполне может привести их жизнь вне застенок. Вот появилась новость буквально за день до нашего с вами разговора о том, что амнистированный Вагнеровец вернулся домой. И уже спустя неделю совершил новое убийство. Вот я себе выписал, значит, осужденный на 14 лет за убийство наемник Вагнера, Иван с интересной фамилией Рассамахин, после амнистии вернулся в родное село и сразу же начал наводить ужас на соседей. Местное телевидение даже снимало репортаж, и там он, значит, так с вилами, он бегал там по улицам. В итоге все закончилось новым убийством. Вот то, что даже небольшое количество вот этих вот оголтелых уголовников, которые еще и проходят все ужасы войны, собственно говоря, и кровью эта кровь бьет еще сильнее в голову. Собственно говоря, какие мы сможем наблюдать процессы в российском обществе в связи с этим? Эти процессы можно охарактеризовать двумя словами. Холодное лето, 1953. Помните этот знаменитый фильм с участием Папанова? Массовая амнистия уголовников после смерти Сталина. Сейчас мы имеем дело с той же массовой амнистией уголовников, но, к сожалению, не после смерти российского диктатора. Для понимания ситуации, наиболее массовая амнистия за все время Российской Федерации современной истории 17 тысяч. А мы с вами говорим о том, что с тюрем было выпущено 50 тысяч по минимальной оценке. Даже если брать во внимание, что 5 тысяч остались живы, а это именно насильники, убийцы, мародеры, рэкетиры, то есть те, кто не попадал под амнистию. Представьте, какой сплеск криминальных преступлений будет в России. Он уже происходит. Это не единственный эпизод. Вы помните, в Ростове задержали представителя ЧВК «Вагнер», который с пулемета расстреливал полицейских. Показательный момент. А учтите то, что вал оружия, который хлынул в Россию с территории оккупированных районов Луганской и Донецкой области, он фактически неконтролируемый. Уже сейчас управление уголовного розыска бьет тревогу. Количество преступлений с использованием огнестрельного оружия возросло на 60%. 60%. Поэтому, ну, россиянам можно пожелать, как говорится, я даже не знаю, чего пожелать. Поэтому желать мы им ничего не будем. Будет сплеск криминальной преступности. Вот мы затронули косвенно тему уже поддержки среди россиян на так называемые специальные военные операции. Значит, вот Левада-центр, на который часто ссылаются и оппозиционные российские СМИ опубликовали новые данные социологических опросов, значит, однозначно поддерживают действия российской армии все еще 41% россиян. Однако это все равно меньше, чем то, что было, но все еще, ну, слушайте, это меньше половины, конечно, но очень существенный процент. Как вы думаете, что повлияло? Ну, наверное, что повлияло на снижение, мы уже с вами косвенно оговорили, но почему такой высокий процент все равно сохраняется? Ведь война, на самом деле, пришла уже во многие дома. У кого-то мобилизовали родственника. Видим упадок социальный, видим снижение экономического состояния, но при этом все равно такой огромный процент. Как бы вы это объяснили? А давайте посмотрим на другой процент. Количество неподдерживающих войну увеличился всего на 3%. Было 17%, если я не ошибаюсь, но можете поправить. Сейчас 20%. То есть стабильный процент неподдерживающих. Практически 80% поддерживают войну. Почему? А потому что война не затронула фактически славянское население Российской Федерации. Российская Федерация использует практику колониальных войн. Когда военные действия митрополия ведет за счет доминионов, за счет порабощенных народов. Вот почему такой высокий процент. А соответственно в Москве и Санкт-Петербурге ура патриотический угар. Мы воюем со всем миром. Мы воюем с НАТО. Святая Русь противостоит силам зла. Вот когда Санкт-Петербург и Москва на себе ощутят прелести войны, даже в моменте удара украинских беспилотников, я думаю, уровень поддержки военных действий опустится гораздо меньше. На гораздо, ну, вырастет пропорционально. Не ощутили войну. Даже мобилизационные мероприятия, которые проходили в Москве, очень показательна оценка депутата Госдумы Российской Федерации от Компартии. Знаете, что он заявил? А Москва-то оказывается гнилая у нас. Провалили мобилизационные мероприятия. При том, при всем, что были спущены минимальные показатели. То есть москвичи, извините за использование спецлексики, закосили. Им проще выступать с патриотическими воззваниями на митингах в социальных среде, нежели гибнуть в окопах. И не случайно, когда ополчение с Московской области Серпуха вкинули в Луганскую область, первые, кто записали обращение в Путину, это были как раз представители Московского региона. А как же так? Нам же обещали патрулирование в тыловых районах. А тут, оказывается, надо воевать. Надо воевать. И будете воевать. Война уже постучалась в двери россиян. Если сейчас украинская сторона говорит о том, что Укроборонпром провел успешные испытания беспилотных летальных аппаратов с дальностью до тысячи и более километров, то я думаю, в ближайшее время мы все услышим радостные хлопки жителей и Москвы, и Санкт-Петербурга, которые будут встречать... Я хочу сказать, что буквально на медне, значит, глава Совета нацбезопасности, секретарь Совета нацбезопасности Данила, вообще он объявил о наличии ВСУ дронов с дальностью полета до трех тысяч километров. Можем дать какую-то оценку этому расстоянию? То есть мы видим, что до Москвы-то уже и так долетают. Три тысячи километров это нам зачем? Это мы куда бить собрались? Ну, наставим это Алексею Мечславовичу. Единственное, хотел бы сказать, что, скажем, до Санкт-Петербурга полторы тысячи, порядка полторы тысячи километров. И те события, которые мы все с удовольствием наблюдали, а вы помните закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом, ведение плана ковер, то есть закрытие полностью воздушного пространства, свидетельствует о том, что, ну, скорее всего, украинские беспилотники могут дотянуться даже и до второй столицы. Это показательно. А если говорить о возможностях украинской стороны, то давайте вспомним и последний инцидент на территории Автономной Республики Крым. Речь идет о ситуации в районе Гвардейская. Там размещена авиабаза оккупационных войск. Тот вот, по сообщениям именно российских СМИ, речь шла не об украинском беспилотнике, а о ракетной системе Гром-2. А вы знаете, в чем показательность системы? Дальность ее поражения в экспортном варианте 300 километров, а для так называемого внутреннего потребления более 500. То есть нам не нужны американские атак МСЫ. У нас есть своя ракетная программа, которая позволит дотянуться не только до Крыма, но, соответственно, и до Москвы. Дмитрий Васильевич, на этой позитивной ноте предлагаю сегодня заканчивать. Много тем еще хотелось бы. Будем в следующий раз их обсуждать. Друзья, масса пищи для ума сегодня мы обсудили. Напишите ваши вопросы, комментарии, что вы думаете, особенно по нашей последней теме. Мы стараемся читать все ваши комментарии, отвечать на ваши вопросы в последующих интервью. Дмитрий Снегирев, военно-политический эксперт, сегодня был с нами, друзья. Подпишитесь на YouTube-каналы нашего медиа-сообщества Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, в гостях у Гордона для того, чтобы не пропустить новое интервью. Ну и лайк не забудьте поставить, это несложно. Большему количеству людей повезет посмотреть наш сегодняшний разговор с Дмитрием Васильевичем. Спасибо, что нашли время, Дмитрий Васильевич. Друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо вам.